Девушки отличаются только цветом волос. На службе применять оружие против человека не приходилось ни одной, но следователь со стажем знает по опыту своего отца. Случиться это может в любой момент. Это были далекие 80-е и 90-е годы. Папа выезжал на осмотр места происшествия. Человеку был подчинен тяжкий вред здоровью, а именно было причинено нестрельное ранение. В ходе осмотра места происшествия подозреваемый пытался скрыться и папе пришлось применить оружие. Но вместе с тем никто не пострадал. Выстрелы были произведены вверх. Преступник испугался, лег на землю и папа его задержал. Для меня было первый раз в принципе страшно взять в руки пистолет, потому что у меня никогда не было опыта по работе с пистолетом. То есть я его взяла в руки, мне изначально было страшно. Потом, когда первый раз я зарядила, пистолет тоже была какая-то опасность, тоже по мерам безопасности. Потом уже со временем ты привыкаешь и спокойно обращаешься с оружием. Расскажите, что произошло? Дату, место? 6 февраля вечером, ночное, вечернее время. Получается, я дождался, пока в магазине никого не будет. Зашел в магазин, попросил, пожалуйста, чтобы подала мне две боковые водки, две пачки сигарет, поставила все это в пакет. После того, как она это все сделала, я достал с ног, с рукава справа руки, ножик. Расположить к себе злодея, восстановить преступление в магазине микрорайона по секундам, найти скрытые детали. Вчерашней студентке Дарьи Половниковой под силу кажется любая задача. В профессию она пришла не начитавшись детективов, по зову сердца. А на вопрос не страшно, не задумываясь отвечает – нет. С нами всегда имеется оперативное сопровождение, то есть мы не остаемся один на один с какими-то опасными преступниками. С нами всегда находятся оперативные работники, которые всегда помогут, может быть и подскажут в какой-то момент, потому что более опытные. В связи с тем, что я недавно работаю, мне необходима постоянная помощь. То есть как у коллеги по кабинету я спрашиваю какие-то вопросы, так и у руководителя своего непосредственного. Алена Иванкина сама опора для коллег. Прошла путь от помощника следователя до заместителя начальника отдела. Теперь охотно делится опытом и несмотря на это все же остается обычной хрупкой девушкой с земными радостями. Мы такие же простые люди, как и все остальные. Работа везде и всегда с нами. Стараемся, отдыхаем с семьей, точно так же гуляем по набережной, гуляем по паркам, отдыхаем на туристических базах. И все остальное прочее. Даже во время суровых будней девушки находят время на улыбки и фотографии. И всегда готовы принять в свой коллектив нового человека. В отделе есть четыре вакансии. Кристина Слепцова, Денис Лугов. Программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...